Я вас приветствую, мои дорогие друзья! Сегодня я хочу изготовить режущий инструмент для изготовления обыкновенных деревянных ложек. Самый минимальный набор включает в себе три вида инструмента. Первый. Это маленький и очень остро заточенный топор. Топор это такая штука, которую должен иметь каждый уважающий себе хозяин, живущий в частном доме. Данный топор острый, но по весу он немного не подходит. Потому что когда мы будем создавать форму ложки, им придется очень часто работать и совершать очень маленькие движения. Запясть руки будет очень быстро уставать. Но эту проблему я быстренько решу и изготовлю для этих целей маленький заточенный топорик. Второе. Нам необходим нож по дереву. Резчики такой нож называют простым словом резак. Видов их огромнейшее количество, но я, пожалуй, остановлюсь на скандинавском ноже. Ну и третий вид инструмента это ложкорез. Что такое ложкорез? Ложкорез это вид клюкорзы. Исключительно ручной инструмент для выборки внутренних поверхностей в заготовках. Работает таким инструментом вручную, без ударов в стамески и молотка. Ложкорез имеет режущую кромку на своей радиусной поверхности. Существует большое количество форм-факторов. Бывают левые ложкорезы, правые, двунаправленные. Но я сейчас остановлюсь на правом ложкорезе. И радиус у него будет, точнее не радиус, а диаметр примерно 35 мм. Самый первый и по сути самый важный вопрос, а из чего изготовить режущую часть? Вообще для древесины больше всего подходит углеродистая сталь. И благодаря моему собирательству у меня для этого есть отличнейший вариант. Как вы можете видеть, это полотно от рамной пилы. Сталь 9ХФ. Превосходный материал. После полной закалки может дать больше 60 единиц. А после отпуска 55. Для древесины более чем. Единственный недостаток этой стали, она очень сильно корродирует. Поэтому инструмент нужно держать в чистоте и смазанным в масле. Итак, что мы на данном этапе имеем? Имеем неначатое полотно. Его я сегодня использовать не буду. Потому как оно мне пригодится для дальнейших резцов. Я думаю, что тема будет интересная. Поэтому буду изготавливать все возможные резцы. Работать сегодня буду, пожалуй, с точно таким же полотном. Но оно ржавое. На качество резцов это никак не повлияет. Потому что я это все отшлифую. Все будет блестеть и сверкать. В общем, чем будем резать? Резать будем все при помощи болгарки. Буду резать нещадно, не боясь перегреть. Потому что в дальнейшем буду производить термическую обработку. Почти во всех видах работ требуется мастерство и огромный наработанный временем навык. На этом можно с легкостью зарабатывать. А помочь найти клиентов, которым нужен ваш опыт и знание, поможет онлайн сервис Профи. С его помощью специалисты находят в себе новых клиентов и заказы из самых разных областей. От электрики и сантехники до ремонта, строительства и многих других. Каждый день на Профи клиента создают в себе более 20 тысяч заказов. Неважно, новичок вы или специалист со стажем. Работа найдется для каждого. Регистрация на сервисе очень простая и занимает не более 5 минут. А брать заказы можно уже в этот же день. Вы сами определяете формат работы и стоимость своих услуг. Профи может быть как подработкой в свободное время, так и основным источником дохода. А оплату вы получаете удобным способом напрямую от клиента. Сервис предоставляет обширную клиентскую базу. Вы можете выбирать подходящие для вас заказы и, например, брать только те, которые находятся рядом с вами. Также в приложении есть поддержка, которая оперативно поможет найти любые ответы на вопросы. Ссылку на приложение оставляю для вас в описании под видео. Скачивайте и начинайте зарабатывать на том, что умеете. При помощи УШМ из очистного кораллового круга очищаю металл от ржавчины с двух сторон. Обвожу маркером два лекала будущих клинков на металле. После чего заготовки вырезаю отрезным кругом толщиной 0,8 мм. Переход от самого клинка в хвостовик делаю плавным, с радиусом. Это необходимо для того, чтобы не было явных концентраторов напряжения в металле после неравномерной закалки. Устанавливаю лентошлифовальный станок на стол и фиксирую его к столу при помощи струбцины. Ставлю 36 ленту и вставляю столик под углом 90 градусов по отношению к рабочей плоскости станка. Надеваю респиратор, очки и начинаю обрабатывать заготовки. Размеры самой заготовки обрабатываются согласно самого лекала. Выравниваю об ушок клинка и шлифую обе плоскости клинка. Пытаюсь снять максимум рытвин от коррозии и ржавчину. Для работы с длинной заготовкой снимаю столик и обрабатываю всю плоскость будущего лошкореза. Для выравнивания двух плечиков клинка опухом прикладываю его к угольнику и чертилкой намечаю тонкую линию, после чего при помощи гравера и алмазного бора делаю их полностью симметричными. Итак, заготовки для будущих ножей обработаны и отшлифованы. Отшлифованы поверхности те, которые нужны. Сейчас я буду заниматься будущим резаком. Что сейчас необходимо сделать? Сейчас я наведу предварительные спуски. Угол будет 30 градусов. Почему сделаю предварительные спуски? Они будут неполные. Дело все в том, что после закалки он будет очень твердый. И обработать этот нож и вывести спуски в ноль будет весьма проблематично, не боясь, что я его спалю. Поэтому это нужно сделать сейчас. Не полностью, а ставим небольшую кромочку, чтобы не повело при закалке. Как это я буду сейчас делать? В общем, обычный уголок 90 градусов. Здесь вкручены три винта М3. Они являются упорами для этого клинка. При помощи зажимов я фиксирую сам нож к уголку. И теперь я могу производить обработку. Сам стул по отношению к опорной части самого гриндера я уже развернул на 15 градусов. При помощи электронного угломера. С двух сторон по 15. В итоге угол здесь будет 30 градусов. Плотно опираясь с импровизированным приспособлением к столику, легкими касаниями обрабатываю спуски клинка. Сначала с одной стороны, затем перезакрепив заготовку с другой. Итак, предварительные спуски на клинке я вывел. В итоге здесь получилось не 30 градусов, а 26. Мне показалось, слишком мелковато было как-то. Теперь угол 26 градусов. Хотя и 30, в принципе, было очень остро. Но 26 намного острее. Теперь здесь остается только термическая обработка. Дальше. Занимаемся ложкорезом. Как вы можете видеть, здесь полностью отшлифованная поверхность. Очень хорошо. Это сделано не просто так. Дело все в том, что вот эта поверхность будет внутренней. А внутри ложкорез обрабатывать очень сложно. Тем более, что там должна быть идеальная зеркальная поверхность. Поэтому уже легче будет работать по более-менее обработанной поверхности. Необходимо сделать приспособление, на котором это все можно будет согнуть. Из вот такой шайбы диаметром 35 миллиметров сейчас изготовлю приспособу. Здесь будет своеобразный такой упорчик. Будем местно нагревать, загибать. Здесь мы тоже сделаем упорчик и отогнем. Получится своеобразный знак вопроса. После чего будем уже затачивать предварительно режущую кромку. Что из себя будет представлять приспособление? Простейшее из того, что есть по большому счету под ногами. Пластинка 6 миллиметров, листовая. Сейчас забацаю сюда отверстие, притяну сюда на болт вот эту шайбу. Просверлю отверстие М8 и здесь М8. И вставлю сюда два болта. И уже по этому лекалу будем нагревать и гнуть. Закрепив заготовку в тиски, керном намечаю место под сверление. И на фрезерном станке сверлю сквозное отверстие диаметром 12 миллиметров. Фиксирую болт в тисках, надеваю шайбу и пластину. После чего затягиваю все вместе гаечным ключом. Примеркой определяю места под болты и отмечаю их маркером. Сверлю два сквозных отверстия диаметром 6,7 миллиметров. После чего нарезаю в них резьбу М8. Для нагрева заготовки использую самодельную инжекционную горелку, работающую на пропане. Делаю местный нагрев на месте гиба. И упираясь за болт в приспособлении, создаю радиус. Носик ложкореза и места недогиба нагреваю и правлю в приспособлении молотком. Итак, заготовка остыла и получилось, на мой взгляд, весьма неплохо. Весь диаметр обнимается плотненько, хорошо. Единственное, что меня смущает, наверное, скорее всего, нужно его подвернуть сюда, чтобы можно было в большую глубину врезаться. Ну, не знаю, наверное, скорее всего, сделаю. Что еще необходимо сделать? Обычно носик ложкорезов вот здесь такой вот радиусной формы. Меня такая форма не устроит. Почему? Потому что хочется подлезать в самые неудобные места. Поэтому необходимо сделать носик острым. Со стороны обуха, ведь ложкорез у нас правый, обух у нас здесь, срежем примерно как-то вот так при помощи болгарки, и будет у нас остренький носик. Ну, а дальше уже будет термообработка и финишная шлифовка. Очень долгий процесс. Фиксирую заготовку в тисках и при помощи УШМ подрезаю носик. На ленточном шлифовальном станке ровняю все плоскости. И, повернув столик на угол 15 градусов, вывожу будущую режущую кромку резца. Итак, оба ножа к закалке готовы. Нож-резак с предварительными спусками, в итоге угол 26 градусов, и ложкорез сделан так, как я его вижу. Диаметра 35 миллиметров, предварительный спуск уже сделан. Носик остренький, так как и хотел. Закалку буду производить в муфельной печи. Закалка 850 градусов. 15 минут прошло. Давайте. Давай-ка печечку приоткроем, пусть оставает. Что у нас в итоге получилось? Слава богу, ничего не повело. Да, эту сталь вроде бы как и не ведет. Ни здесь, ни тут. Что по твердости? Давайте, как все. Стекло. Грызет. Клюкарза. Точнее, ложкорез. Грызет. Да, очень твердый. В принципе, чисто теоретически, такой маленький инструмент отпускать бы и не нужно было бы. Но я очень сильно переживаю за вот этот гнутый инструмент. Он все-таки испытывает нестандартные такие нагрузки боковые, поэтому я все-таки сделаю отпуск 1 час, но при температуре ниже, чем номинальная. 150 градусов. Час прошел. Хорош. Пора на отдых. О, отлично. Настала финишная обработка рестов. Работаю лентами 3М-3ЗАК. С зернистостями 200, 320 и 680. А финишную обработку спусков уже произвожу лентой с зернистостью 1200. Обработку ложкореза начинаю с внутренней поверхности. Работаю с помощью гравера. Использую два вида наждачной бумаги с зернистостью 120 и 500. Наружную поверхность режущего угла обрабатываю уже на ленточном шлифовальном станке. Теми же лентами, что и резак. Итак, ножи полностью готовы. Зашлифованы, углы выведены, отполированы. По поводу обыкновенного резака здесь все просто. Угол 26 градусов. Сведено все в ноль. Заточка здесь ну просто идеальная. Как по мне. По поводу ложкореза. Ложкорез здесь все то же самое. Необходимые поверхности все зашлифованы, выведены. И как вы можете заметить на камеру, обушок здесь в виде радиуса. То есть он имеет радиусную поверхность. Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы когда вы будете обрабатывать внутренние поверхности, нож не скакал и не создавал ступенек. В идеале здесь идеально ровного угла быть не должно. Здесь должен быть радиус. Чтобы нож шел плавно. Так или иначе, все сделано и все работает. Заполировано и выведено. Чем эти ножи править? Для этих целей изготовил два правила. Это кожа с пастой Гоя. Плоская. И специально для ложкорезов. По поводу плоской все понятно. Здесь наклеена кожа на момент. ВД-шкой все это пропшикивалось и наносилась паста Гоя. Нож прямой мы выводим вот таким вот образом. Режущая кромка у ножей по дереву должна быть бритвенной остроты. Тогда резать ножом просто одно удовольствие. Но с этим ножом-то у нас и проблем-то и нету. Он бреет волосы. Как и должен в принципе. Ложкорез тоже бреет волосы. То есть все заточено, все выведено. Профиль у этого правила следующий. Маленький радиус, большой радиус. И здесь на момент приклеена кожа. Также все натерто пастой Гои. Внутреннюю поверхность мы обрабатываем вот так. Просто показываю медленно. На самом деле это все делается очень быстро. Внутренний угол. А наружный угол мы можем обрабатывать уже на плоском правиле. Вот так. Сталь очень твердая. Заточку будет держать долго. Пастой Гои поправили. И мы занимаемся резкой. Тоже бреет. Все как и должно было быть. Так. Теперь необходимо насадить все-таки эти ножи на рукояти. И начать пробовать ими что-то делать. Скажу честно. Нож у меня такой уже не первый. И я уже использовал рукояти из дуба. Заготовкой будет вот такая дубовая дощечка. Ну а профиль рукояти следующий. Вот такая вот рыбка. Ширина, точнее высота в самой верхней части профиля 30 миллиметров. Заужается на 20 миллиметров. И длина ручки 120 миллиметров. А ширина самой ручки 20 миллиметров. Все это полностью закругляется. И форма получается овальная. На мой взгляд самая удобная форма. Ну что же. Приступим. Изготовим ручки. Прикладываю лекало к доске. И обвожу его при помощи разметочного маркера. Размечаю сразу две заготовки. После чего, зафиксировав доску в тисках, нарезаю необходимые мне части ножовкой по дереву. Установив на станок 36-ю ленту, создаю форму по разметке на обеих заготовках. Далее, фиксирую рукоять в тисках вертикально. И сверлом, диаметром 4 миллиметра, сверлю три лухих отверстия на глубину хвостовиков резцов. После чего, использую сточенное полотно от лобзика. И растачиваю паз внутри рукояти, по ширине хвостовиков. Изготовлю импровизированные больстеры из листовой латуни толщиной 3 миллиметра. Нарезаю по разметке две заготовки шириной 20 миллиметров. На фрезерном станке, фрезой диаметром 2,5 миллиметра, фрезерую паз в обеих заготовках длиной 10 миллиметров для прохождения хвостовиков резцов. В качестве клея использую быстросохнущую двухкомпонентную эпоксидную смолу, которой обмазываю больстер, хвостовик и отверстие рукояти. После чего, все собираю вместе. Остатки клея убираю сразу. На станке рукоятем придаю радиусную форму с двух сторон. Снимаю глубокие фаски с четырех углов и придаю заготовкам плавную овальную форму. Для финишной обработки древесины снимаю со станка упор. Ставлю убитую ленту зернистостью 360 и обрабатываю рукояти на прогибе ленты, что позволяет получить плавную обработку без зарезов ленты в заготовку. После обработки на станке пропитываю рукоять льняным маслом и даю им высохнуть. Финал ножи выглядит теперь вот так. В руке лежит просто бомбезно. Прям не могу передать. Здесь я лезвие немного цепанул на гриндере, когда пытался латунь немного шлифануть. В итоге пришлось вручную подводить угол, но все сделал. Опять как есть в ноль. Отлично прям. Ну и ложка рез. Ну что же, теперь попробуем в работе. Нарез. Кусочек липы. Начнем сразу с торца. Липа вообще сама по себе мягкий материал. Вау. Вещь на себя. Отлично. Ну-ка, как-то радиус берешь. Отлично. Суперски. Да, и тоненькую хватает. Но с лип-то это все понятно. Дубок. Очень пересушенный. Прям костяной. Попробуем. Да пофигу ему, дубок-дедубок. Рез просто волшебный. Рез блестит. Так, ну-ка торчик. Ну и по всей плоскости попробуем. Да пофигу ему. Режет и так. Вы знаете, я вот такую скандинавскую заточку ни разу в жизни не пробовал. Но по ходу дела я в него прямо сейчас влюбился. Потому что настолько управляемый нож. Острый клин. И ничего больше. Вещь. Ну а теперь попробуем что могет лошкорез. Этот лошкорез как раз предназначен делать вырубку прямо с нуля. Ой, какая же красота. Господи. Как же ж ты режешь, блин. Ай-яй-яй. Какая же красотища. Ой-яй-яй. Блин, как же приятно работать с толковым инструментом. Это просто непередаваемое ощущение. Вот вам, пожалуйста, чайная ложечка прямо с ходу. Без всяких проблем. Ну и попробуем носиком поработать. Носиком можно работать в принципе вот так. То есть где-то тут подбираться вот так вот. Оп. Оп. Блин, великолепно. Какой же качественный рез. Одно удовольствие просто, ребят. Щетка. И рез блестящий. Тут даже шкуркой уже ничего делать и не нужно. В принципе. Все и так уже готово. Бомба. Ну а теперь что показывать-то рез. Давайте изготовим ложку уже. Я, конечно, ложку делал в своей жизни не одну, но и не 10. Так что не мастер. Те, кто профессионалы смотрят это видео, не в защите. Если что-то делаю не так, извините, я не плотник, не столяр, не резчик. Я просто этим интересуюсь. Ты блестишь. Спасибо. Ты блестишь. Продолжение следует... 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 Всем пока!